Всем привет! Сегодня мы с вами будем смотреть наборчики от фирмы Panna. Приехала ко мне замечательная такая посылочка. Я решила немножечко поинтриговать и вот эти наборчики я спрятала от вас. Так, ну, как бы не совсем спрятала, да, вы можете поугадывать, что же это за сюжеты. Но один вот самый такой большой я прятать не стала. Поняла, что как бы я тут не положила эту коробочку, все равно будет все понятно. И поэтому пусть вот она лежит и привлекает внимание своей красотой. Набор, сюжет такой очень для меня нестандартный. У меня даже все мои близкие удивились такому моему выбору. Надо же, какой сюжет нестандартный для тебя, сказали мне. И это действительно так. Но почему, какой сюжет я выбрала, я обязательно вам расскажу в процессе. А сейчас приятное сообщение для моих зрителей. Фирма Панна дарит скидку 15% при заказе на официальном сайте. И для того, чтобы воспользоваться этой скидочкой, вам нужно пройти по ссылочке, которая указана под видео. И сделать заказ при заказе ввести промокод хоббиарт. В общем, вся информация есть под видео. Если хотите заказать какие-то наборчики с 15% скидкой, у вас есть такая возможность. Мне кажется, это очень-очень даже приятно. Ну а теперь давайте перейдем к наборчикам, которые ко мне приехали. И будем их внимательно изучать. Девушку я оставлю прекрасную на потом, на попозже. А начать хочу вот с этого сюжета. Итак, как кто-нибудь догадался, кто это? Что это за сюжет или нет? Дизайнер у нас здесь Васильева. Уровень сложности сложный. Вот здесь вот обведен. Так что вот так. Простых путей не ищем. Даже вот такой сюжет. Сюжет на самом деле очень старенький. Ну, как мне кажется, старенький. Я, по крайней мере, видела его в отшивах уже очень давно. Артикул у набора PS1905. Называется сюжет «Яркая осень». И, конечно же, главный персонаж, из-за которого я влюбилась в этот сюжет, это Белочка. Не, ну и синички здесь тоже, безусловно, классные. Но вот Белка просто здесь любовь моя. Она такая смешная, такая очаровательная, с огромным пушистым хвостом, что мне кажется, ну, просто невозможно в нее не влюбиться. Так, здесь, кстати, у нас такая еще информация есть, которая побуждает нас вышивать этот сюжет. Белка олицетворяет хозяйственность, бережливость и проворство. Считается, что изображение Белки поможет защититься от финансового расточительства. Хм, девочки, кто там слишком много тратит деньги на наборчики? Белку всем срочно вышивать. Так, и открываем. Убрали шуршащий пакетик. Давайте еще раз посмотрим без него поближе на этот набор, на этот сюжет. Такая вот чудеснейшая просто Белка. Вы знаете, что я люблю осень, соответственно, вот эти все осенние краски, яркие, потрясающе красивые. И, конечно, этот сюжет, он вот прям мой. Я видела отшивы, давно-давно уже думала о покупке этого сюжета. И вот предоставилась мне такая возможность получить его от фирмы Панна. Я, как уже сказала, видела отшивы, получается просто очаровательно и прекрасно. Поэтому никаких сомнений в результате у меня абсолютно нет. Размер этого сюжета 15,5 на 44,5 сантиметра. И, кстати, это тоже вот еще один плюс был именно вот в данный момент, наверное, почему я выбрала. То есть раньше я как бы на него смотрела, как бы все так думала, что да, классный, может быть, купить. Но в последнее время, я думаю, что вы заметили, если смотрите мои видео, у меня вот такие вот всякие вытянутые сюжеты, панельки, да, такие вот, они стали появляться, но очень часто. Вот как-то я к ним в последнее время дышу неровно. Поэтому, соответственно, такой выбор, он тоже вполне логичный. Панелька, осенняя, классная Белка, птички, опять же, я, в принципе, птичек тоже люблю. Поэтому, ну, все сошлось в одном сюжете. И поэтому смотрим, что же у нас здесь есть. Схема. Так как-то у меня получилось, что схема сразу лежит. Схема у нас здесь, так, всю схему не буду показывать, конечно. Вот это как раз то, что вы видели, это схема для бэкстича, да, насколько я понимаю. Мне вот этим нравится подход у паны. Во-первых, цветосимбольная схема, по которой вышивать значительно проще. И при этом мне нравится, что она не именно цветная такая, вот где квадратики прям закрашены, а цветосимбольная. То есть это хорошо и для тех, кто любит цветные схемы, и для тех, кто любит черно-белые схемы. Такие тоже они очень даже приемлемы. Ну, на мой взгляд, потому что я люблю черно-белые схемы чаще. Но вот такие цветосимбольные я люблю больше. По ним ориентироваться легче. Ну и почему я вам показываю вот так два листа? Это, собственно, один и тот же кусочек схемы. Но вот эта часть схемы, это для крестиков. Здесь бэк тоже нанесен, но он нанесен приглушенно. А этот кусочек, значит, тот же самый, но здесь крестики приглушены, да, значки для крестиков. А бэкстич выделен более ярко. То есть очень удобно ориентироваться и в этом случае, и в этом случае. Вот за это прям, мне кажется, фирме Пану надо сказать спасибо. И по размеру. Ну, мне нравится, что у них схемы крупные, потому что мне все-таки пусть лучше будет крупная, чем мелкая. Вот здесь у них комфортный прям размерчик. Так, инструкция по выполнению стежков. Польский и казахский язык. Да, вот здесь тоже инструкция по выполнению стежков на различных языках. Есть и полукрест, и крест, и лонгстич. И, в общем, все-все. Три четверть крестики всякие разные. Все подробненько расписано. Это для тех, кто ранее не сталкивался там с какими-либо значками, либо какими-то техниками. Тоже довольно удобно. Дальше смотрим, что же входит в набор. В набор у нас входит Аида. Вот такая вот беленькая Аида. Иголочка здесь тоже в наборе. Аида от фирмы Гамма, наверное. Ну, я так полагаю, что у фирмы Пану. У фирмы Пану все российского производства. И приятная Аида, кстати. Вот что-то я прям взяла ее в руки. Прям приятненькая такая. Так, ниточки. Ниточки прекраснейших, вот совершенно чудесных цветов. Какая красота. Вы посмотрите. Ну, вот это просто, конечно, восторг какой-то. Ниточки, соответственно, тоже Гамма в наборах от фирмы Пану. Вы знаете, что я к Гамме отношусь очень хорошо. И мне нравятся их нитки. Поэтому я с удовольствием вышиваю. Даже когда вышиваю, например, там лонгдок свой, я тоже вышиваю нитками Гамма. Так, ну вот смотрите, какая красота яркая. Красные, бордовые, такие зеленоватые оттенки. С этой стороны такие чудесные. Здесь тоже цветов много, кстати. Здесь вот на одной планшетке получается у нас 20 цветов расположено. Да, то есть получается полностью две планшетки и еще вот 42 цвета. Так, синенькие есть тоже такие яркие, насыщенные. Ну, коричневые это понятно для осенних сюжетов, конечно, как без них. Но здесь и зеленые тоже оттеночки есть. И вот такие еще светленькие, такие бирюзовенькие. Потрясающие красоты нитки. Мне, конечно, больше всего вот так, наверное, если положить. Как положить так, чтобы было всю красоту видно? Ну, в общем, красотища. Так. И здесь у нас ключ. Вышивается здесь все в две нити. Ну, почти. Или все. Так, получается, крестик вышивается в две нити. Есть бленды, но их всего три штучки. И есть полукрест. Вот полукрест вышивается в одну нитку. Довольно много бэкстича различных оттенков. Вот так вам покажу. Вот здесь видите, сколько вариантов бэка. Бэк весь вышивается в одну нитку. Ну, вот его достаточно много. Ну, это, насколько я понимаю, потому что здесь на листьях, там одним цветом вышиваются. На ягодках другим. На белке, соответственно, еще несколькими цветами вышивается бэк. На птичках-синичках тоже тут у нас бэк разноцветный. Так что бэка здесь много. Ну, прилично такое количество. И вот он разноцветный. Но, насколько я помню вообще по тем работам, которые я вышивала ранее, сейчас еще уточню здесь. Здесь, насколько я помню, бэк всегда счетный у фирмы Панна. Поэтому вышивается он несложно. Ну, вот, насколько я сейчас вижу, да, он счетный. Смотрю, даже у белки вот по хвосту бэк он тоже счетный. На ягодках тоже весь по клеточкам идет. Так что с ним сложностей быть вообще никаких не должно. Тоже, в принципе, приятно очень даже. Вот такая красотища, такой сюжет замечательный. Хоть и не новенький, там не из новой коллекции, но иногда приятно и старенькую свою хачушку получить тоже. Идем дальше. Следующим сюжетом покажу вам вот такой сапожок. Да, я долгое время не покупала никакие сапожки. Не так давно у меня появился первый сапожок. Вот во всех моих огромных запасах первый сапожок. Также от фирмы Панна, который там вот с этим, с Дедом Морозом потрясающим на санях. Такой прям красивый-красивый сапожок. Но когда я заказывала тот сапог, я выбирала на самом деле из двух. Мне очень понравился тот. И мне очень нравится вот этот с этими очаровательными, милыми зверушками и со снеговиком. И на тот момент я выбрала с Дедом Морозом. Ну а здесь я решила, что надо взять парный сапог, потому что он мне тоже очень-очень нравится. И он просто очаровательный. Так, тоже снимаем упаковочку. Так, о, повезло. Вот этот сапожок у меня уже есть. Смотрите, тоже такой очень красивый. Они такие в разном стиле сделаны, да, эти дизайны. Но они оба очень красивые, поэтому я металась между вот ними двумя в прошлый раз. И решила остановиться все-таки на вот этом. Ну а теперь уже и вот этот тоже у меня появился. Вот здесь сюжет от фирмы Павлана. Многими любимые. Вот много вышивали вот этих сюжетов я видела в отшиве. Но не только эти, там есть еще, да, в этой серии. Вот этот сюжет мне нравится. Тоже такой миленький, с птичками и кошкой. Ну и городские, конечно, вот эти панельки тоже интересные. Вот. Так что, красотища. Еще я все смотрю. Вот очень старая серия у Панны. Хотя, наверное, она как-то пополнялась постепенно. То есть есть там старые, наверное, сюжеты. Есть более новые сюжеты, где вот на черном фоне вот такие всякие птицы есть. Там звери. И вот тоже в этот раз на них прям смотрела-смотрела. Мне там очень нравится рысь. Наверное, вот больше всего, больше всех других сюжетов мне нравится рысь. Ну, может быть, когда-нибудь и до нее тоже дело дойдет. Ну, а пока сапожок. Сапожок. Значит, белка, опять же. Я буду суперхозяйственная, судя по всему. Зайка, ежик, медведь. И самый... Ну, снеговик, понятно. Вот. Но самый такой персонаж, который мне здесь больше всего нравится, это вот этот снегирь. Он такой смешной. Он такой прикольный. Так, блики. Он такой забавный. Просто вот такой какой-то, не знаю, очаровательный надутый малыш. И вот он мне нравится здесь просто больше всех из всей этой компании. Так. Ну, здесь у нас опять же... Ага, хотел сказать ключ, но ошиблась. Это алфавит для того, чтобы можно было вышить любое имя на сапожке. Ну, это у нас здесь латинский алфавит. Но я уверена, что там должен быть и алфавит кириллица. Пуговицы, смотрите, вот такое вот здесь. Кстати, да, я не обратила внимания. Оказывается, вот эти вот пуговицы на снеговике, они пришивные. И вот они у нас есть в наборе. Пуговицы здесь не вышиваются, они пришиваются. Давайте поближе вам покажу. Они с одной стороны белые, с другой черные. Ну, вот как бы мы видим именно черной стороной эти пуговички. Ой, нитки. Ну, прям нитки это, конечно, просто какой-то восторг. Они здесь еще более яркие, чем в предыдущем сюжете. Хотя, казалось бы, там такая осень-осень и куда уже ярче. Но здесь, не знаю, тоже вот здесь и красные, и оранжевые, и желтые. И потрясающие зеленые такие насыщенные есть оттенки. И очень много таких красивых синих оттенков. В общем, гамма, конечно, потрясающая и разнообразная. Я из тех людей, кто любит яркими оттенками вышивать. Хотя, ну, вышиваю, конечно же, разными. Потому что бывает, что сюжет очень понравится. Бывает, что на самом деле и приглушенные цвета тоже очень красивые. Вот. Но яркими я прям люблю вышивать. И мне нравится, когда разнообразненько. Там зелененьким повышевал, потом синеньким повышевал. Понятно, опять же, что не во всех сюжетах такая история возможна. Но когда такое случается, мне это приятно. Я этому радуюсь. Ну, и здесь, конечно, синий это вот фон. Да, будет вышиваться вот этими синими цветами. Желтый, красный там. Ну, в общем, вы все видите, да. Прекраснейшие, просто прекраснейшие сюжеты. Так, здесь у нас, кстати, нарезка ниток длинная 90 сантиметров. Что тоже здорово. Потому что, ну, в целом я люблю длинную нарезку. Вот. Если мы сравним это вот от осени, да, от того осеннего сюжета ниточки. Видите, да, какая разница. Давайте с этим сравним, так будет нагляднее. Вот. Здесь ниточки 60 сантиметров, а вот в сапожке 90 сантиметров. И они заметно длиннее. В целом, опять же, я, в общем, не сильно страдаю, когда вот такая нарезка ниток. Я просто при необходимости беру, складываю две ниточки и вышиваю так. Но когда нитки подлиннее, есть возможность закрепиться петелькой, я к этому, конечно, отношусь положительно. Здесь цветов 37. Так, что у нас тут по уровню сложности или что-то такое? Не вижу. Нет никакого уровня сложности. Все нормально. Значит, не сложно. Так, канва у нас здесь 16 каунта. Так же, как и в предыдущем тоже сюжете. Тот же дизайнер Васильева. Так, основа, соответственно, такая беленькая гамма. Тоже с иголочкой здесь, с золотым ушком. Такая красота. И схема. Здесь прям так солидненько. Ну, в целом, да, все так же. То есть, то же самое мы можем видеть. То есть, есть схема для крестика, где у нас приглушенный бэкстич. И есть схема для бэкстича, где у нас приглушенные крестики. Вот таким образом. Так же информация, естественно, по всем стишкам есть. Но здесь вот схема прям большая. То есть, у нас получается листы А2. Их две штуки. Ну, то есть, естественно, две штуки на крестики и две штуки на бэкстич. Очень простая схема. Ну, вот по сравнению даже с осенним сюжетом, там, очевидно, сложнее. Здесь вообще все просто. Такими достаточно большими логическими цветовыми кусочками вышивается. Опять же, бэкстич весь счетный. Ну, его здесь, ну, как много. В общем-то, все элементы обводятся бэкстичем. Да, довольно много. Но он прям вот легкий, на мой взгляд. Вот прям простой-простой. То есть, вообще, вот этот сапожок, я так полагаю, вышивается просто. Так, сапожок тут, конечно, ну, объемный. Здесь, в общем-то, и по схеме видно, что объемный. Нашла своего любимого птица бэкстичем. Такой очаровашка. Так, и мы... А, ключ, ключ, ключ у нас. Да, вот ключ. И там же, где ключ, у нас алфавит на русском языке. Вот, ключ еще глянем. Вышивка выполняется в две нити. В основном это, ну, чистыми цветами, да, полный крест. Также есть бленды. Здесь вот блендов у нас побольше. Шесть штучек. Полукрест выполняется в четыре нити. Это, ну, фон зашивается синим. И там, конечно, чтобы поплотнее было, понятно. Также есть французские узелки. Я думаю, что это там основной в глазках используется. И бэкстич здесь шестью тоже цветами вышивается. Один цвет идет у нас в две нити. Я думаю, что это по буквам. Остальной цвет в одну ниточку. Вот, так что вот алфавит есть и тот, и другой. И еще помимо этого у нас есть инструкция по тому, как собирать сапожок. Тоже, в общем-то, полезная штука. Потому что, ну, далеко не все имеют опыт сборки сапожков. Я, например, ну, таких вот вышитых сапожков не имею такого опыта. Такая вот красота. Нитки, конечно, меня очень прям тут радуют. Ох, как красиво. Когда смотришь на вот эту палеточку, даже как-то и непонятно, что это зимний сюжет, да? Правда же? То есть она такая прям яркая, такая вот. Ну, тоже либо осенняя, либо просто какая-то вот яркая картинка. Ну, вот здесь уже как-то понятнее, что это все-таки у нас зима. Пуговички меня тоже порадовали. Люблю такие милые дополнения в сюжетах вышитых. И идем дальше. Дальше будет сюжет, который мне тоже уже очень давно нравился. Наверное, с момента выхода этого дизайна. И меня останавливало одно. Обилие бэкстича. Несмотря на то, что, как я уже сказала, у фирмы Pano он обычно счетный бэк. Но здесь его настолько много, что меня это несколько пугало. Поэтому я долго не могла решиться на эту подушку. Ну, дизайн вообще здесь предполагается, как бы, ну, нам показано оформление в подушку. Но, по сути, можно просто как картину оформить. Ну, я все-таки тоже вижу здесь оформление в подушку. Подушка Маки называется этот сюжет. Артикул 7204 ПД. Кстати, у сапожка, ну, если вдруг кому-то интересно, PR7165. Длина ниток 90 сантиметров. То есть тоже ниточки длинные, что приятно. И так, давайте будем открывать. Здесь дизайнер у нас Кристина Геворкян. Так, канва гамма К04. К04 это, наверное, у нас 14, да? Ну, визуально похоже на 14. Думаю, что 14. Так, уровень сложности троечка. То есть сложный. Ну, давайте тоже посмотрим на составляющие. Так, здесь вот тоже много красивых подушек от фирмы Панна. У меня есть вышитая сова, которой тут нет. Вот, ну, такие вот подушки очень разнообразные у них. Давайте еще раз я вам так поближе покажу, чтобы вы поняли, почему меня пугал здесь бэкстич. Его здесь, правда, много. Ну, я тут посмотрела отшивок. Кстати, есть еще другая подушка, похожая, да? Такая парная к этой. Я смотрела, в общем-то, на обе и думала, какую же все-таки лучше взять. Выбрала все равно майки. То есть их я увидела первыми. Понравились они мне больше. И еще такой момент. Вот этот дизайн вышивается на белой основе, а тот второй парный, он вышивается... Я точно не помню, там какая-то цветная немножечко основа. Я решила, что все-таки, наверное, я больше вот к этой склоняюсь, к белой. Вот такая прекрасная подушечка. Так, здесь у нас сразу получается ключ. Давайте сразу на него и посмотрим. Вышивка выполняется в две нити. Бленды у нас здесь тоже есть. Их здесь 7 штук. Есть французские узелки трех цветов. Да, я когда отшива смотрела, тоже обратила внимание, что есть французские узелки. Вот здесь вот на этих вот цветочках. Такие желтые французские узелки. Но вот насчет трех цветов, ну, видимо, где-то еще есть. Потому что... Потому что... Раз в ключе указано, значит, где-то еще есть. А, ну, вижу вот здесь еще. То есть вот в этих вот маках, которые бэкстичем выполнены в центре. Французские узелки такие серенькие, да, их назовем. Вот здесь вот в этих цветочках желтенькие. Ну, и, видимо, еще какой-то третий цвет, который я вот так сразу сходу здесь не нашла. И бэкстич всего двух цветов у нас вышивается. И вышивается он в одну ниточку. Так что, несмотря на то, что бэка здесь много, но, по крайней мере, он за счет того, что всего два цвета используется, это упрощает работу. Потому что, насколько вот я сейчас вижу по картинке, да, по превью, вот по цветным элементам, вот эти вот цветные маки, листья и так далее, бэк выполняется более темным каким-то цветом. И то, что выполняется на чистой конве, то есть вот маки, которые вышиваются именно бэкстичем, там какой-то более бледный оттенок используется. Ну, за счет вот этого, наверное, будет попроще. Так, основа у нас здесь гамма 14-го каунта. Иголочка тоже здесь есть. И нитки. Вот здесь нитки, они не такие яркие, хотя здесь есть и яркие тоже нитки, тоже желтые, оранжевые, розовые, да, такие яркие тоже красивые оттеночки. Вот здесь тоже много достаточно всяких розовых оттенков. Ну, помимо этого, здесь много и вот таких вот серых, серо-зеленых, ну, собственно, да, когда мы смотрим на превью, мы видим, что их тут много. Но они являются здесь таким, я не могу сказать, что фоном, но стиль, да, такой вот за счет вот этой приглушенной листвы, да, вот этих вот элементов более ярко смотрятся маки. Ну, в общем, тоже определенная такая техника, мне очень нравится, красиво. Не знаю, насколько мне будет весело, здорово вышивать вот этими оттенками, но я думаю, что если чередовать с яркими маками, с бэкстичем, то в целом не заскучаешь здесь. Также здесь есть и белые, и черные нитки, да, смотрите. В целом цветов здесь поменьше, чем в предыдущих дизайнах, то есть здесь у нас одна вот такая большая длинная планшетка и еще одна урезанная. 31 цвет здесь используется в работе. Вот, зеленые тоже есть оттеночки, ну, в смысле, тоже яркие, да, такие вот. Каких-то цветов прям много-много, каких-то вообще одна пасмочка, вот прям раз, одна пасмочка, вот здесь тоже вижу одна пасма, здесь тоже есть такие зеленые оттеночки по одной пасме. Ну, в общем, в целом, конечно, красиво. Ну, и ниточки длинные, как я уже сказала, ниточки длинные, это, безусловно, приятно. Так, тем более, что здесь основа 14-я, и поэтому, конечно, длинные ниточки веселее вышивать ими. Так, схема здесь расположена на двух больших листах формата А2, и вот здесь у нас схема не как в предыдущих дизайнах, она здесь идет сразу и крестики, и бэкстич, ну, то есть один вариант схемы, как бы, сразу у нас используется. Так, сейчас вам покажу какой-нибудь кусочек. Ну, например, вот так вот вам покажу. Вот, то есть здесь схема более цветная, менее мой любимый вариант, то есть вот как в предыдущих двух наборах я, по-моему, показывала, мне больше нравится. А вот здесь, кстати, неправильно держу, вот так. А здесь вот эти символы, они не сами цветные, здесь, ну, прям вот клеточка, да, цветная. Я такой формат люблю поменьше, потому что, когда я вышиваю по бумажной схеме, я закрашиваю. Но что здесь радует, то, что большинство символов, которые используются, они все-таки не слишком темные, и поэтому их закрашивать проще. Но я знаю, что многие любят такие схемы, потому что для кого-то по ним легче ориентироваться. Вот, поэтому здесь понятно, что все на любителя. Так, быка, конечно же, много. Но, опять же, плюс в том, что он весь счетный. Я так медленно говорю, потому что я параллельно проверяю, везде ли счетный, не выловит ли у меня глаз где-нибудь, какой-нибудь несчетный стежочек. Но пока не нашла. Пока все счетное, насколько я вижу. Вот, и это, конечно, вот прям, прям большой плюс, особенно при большом количестве бэка. Это просто замечательно. То есть вот здесь вот даже вот эти вот все колючечки, все такое, вышивается много, но это все счетное. Вот, поэтому это прямо красота. Вот такая вот схемка. Да, на двух листах, как я уже сказала. И здесь, я не знаю, ну, уровень сложности, я так полагаю, что здесь сложный. А я уже это, ну да, сложный, я же, по-моему, находила эту информацию. Но это неудивительно, потому что все-таки такая работа, требующая внимания, да, и, ну, может быть, несколько более трудоемкая, чем когда просто вышиваешь крестиком. Опять же, я к бэкстичу отношусь нормально, спокойно. В целом меня объем бэкстича не пугает. Пугает, когда он не очень логичный. А здесь все логично. Ну, по крайней мере, большинство бэка, который здесь вышивается, это обводка идет элементов. Ну, то есть лепестков у мака, например, или обводка по листьям, прожилки у листьев. То есть как-то вот здесь, может быть, только моменты, когда вот бэкстич вышивается на вот этих колючках, вот это вот как бы не очень. На этих вот тоже шариках там есть такие небольшие стежочки. Ну, это вот то, что мне не очень нравится. А все остальное, по идее, должно быть легко. Прям даже хочется начать и проверить, а легко ли это будет. Мне кажется, что легко. Ну, и гвоздь программы сегодня, это, конечно же, вот эта девушка-индианка. Набор вот в такой вот коробочке. Она прям так выглядит солидненько, подарочно. Называется, значит, это у нас серия, ну, это вообще золотая серия паны. Женщины мира Индия. И таких сюжетов в серии 4. Вот. Я думаю, что, в принципе-то вы, конечно, знаете, видели. Я для вас открытия не сделаю, но, тем не менее, покажу. Вдруг кто-то пропустил. Да, вот такие вот девушки. Значит, женщины мира Египет, Япония и Африка. Вот такие замечательные дамы. Я, опять же, металась между двумя, потому что мне очень понравилась еще вот египетская девушка. Тоже она очень красивая, такая интересная. Эти две мне нравятся меньше. А вот это прям тоже заинтересовало. И я вот долго-долго сомневалась, выбирала, думала, какую же все-таки взять, египтянку или индианку. Но в итоге остановилась на едянке. Уровень сложности, опять же, троечка. Сложный, но я говорю, мы простых путей не ищем. Я уровень сложности только у сапожка не посмотрела. Мне кажется, там должно быть попроще. Читаем сначала, что у нас написано на коробочке. И здесь у нас то, что входит в комплектацию. Канваром, наверное, переплетения Цвайгард, К25 Лугана, игла для вышивания, тонкая игла для вышивания бисером, хлопчатобумажные и металлизированные нитки Мулине, гамма на держателе, японский бисер Тоха, чешский бисер, металлические подвески, шнуры, подробная инструкция по вышиванию и цветная схема. Размер готовой работы указан с учетом припусков на оформление. То есть здесь у нас размер он указан 28,5 на 34 сантиметра. И это с учетом на оформление. То есть, соответственно, сам сюжет, сама вышивка чуть-чуть меньше будет. Артикул 72,45, НМ, НМ 72,45. Вот такое красивое, очень приятное оформление. Ну и сейчас я, конечно же, эту пленочку уберу, и мы с вами посмотрим, что же там внутри. Вот так у нас убирается упаковка. Еще раз покажу вам девушку без упаковки. Смотрите, какая она красивая, интересная, очень такой приятный сюжет. И дальше, дальше у нас тут сразу идет схема. Давайте, собственно, с нее и начнем. И, ну, я это уже заметила раньше, когда рассматривала эти сюжеты, я поняла, что руки и лица у этих девушек вышиваются аппетитом. То есть здесь у нас тоже вот видно сразу по схеме, что лицо у девушки вышивается аппетитом, сама одежда вышивается обычным крестом. Какие-то украшения вот на руках тут тоже вышиваются обычным крестом. А вот кожа на руках, лицо, то есть вот лицо, шея и волосы, большая их часть вышиваются аппетитом. Что еще тут можно сказать по схеме? Схема расположена на одном листе. Да, да, прям один лист схемы. Вот так вот, один лист схемы. Большой, формат А2, как обычно у Панны. Все стишки тоже здесь с обратной стороны всякие инструкции есть. И в данном случае у нас опять же идет два вида схемы для крестиков и для бэкстича. Все так же. Ну и схема, которая идет для бэкстича, здесь указаны, естественно, не только бэкстич, но и другие стишки. То есть здесь французские узелки, видимо, петельки лази-дейзи. Ну, сейчас мы ключ посмотрим, да, там что-то такое. А, ну и не французские узелки, наверное, бисер здесь. Вот, в общем, в общем, в общем, красотища. Так, и еще отдельно вот здесь вложена схема. Я так понимаю, это как раз для вот укропненная часть тех моментов, где у нас вышивается аппетитом. Потому что на общей схеме, конечно, это все выглядит очень миленько. Поэтому вкладывается дополнительный кусочек схемы, где все это можно более четко и подробно рассмотреть. Так, дальше у нас идет инструкция здесь по поводу пришивания бисера. То есть еще дополнительная вот к тем, что идет на обратной стороне такая классическая, вот эта вот инструкция у пана. То есть она на всех схемах есть. В предыдущих наборах тоже была, я вам показывала. Здесь еще помимо этого идет инструкция по вышиванию бисера. Выкладная нить бисером, как делается. То есть здесь не просто пришивание бисера, а именно выкладная нить бисером. Простая двухсторонняя гладь. Вот такая еще дополнительная инструкция. Там у нас что? То же самое на других языках. Ключ. Так, красная яркая полоса, на которой написано перед началом работы обязательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Женщины мира Индии, часть первая из двух. Здесь вот с другой стороны часть два из двух. То есть с двух сторон нужно сразу ознакомиться. Вот, и здесь вот уже все подробненько написано. Кресты вышиваете через две нити основы. Петиты вышиваете через одну нить основы. Бисер пришиваете горизонтальными или вертикальными стежками через две нити основы. Также здесь вот указаны тоже петиты и всякие кресты еще. Так, и далее у нас идет ключ. Крест выполняется, обычный крест у нас идет в две нити. Есть бленды, есть петит. Петит у нас вышивается также крестом. Крестом в одну нить, ну, соответственно, через одну нить приплетения. Полукрест идет. И здесь у нас такая четвертинка. Одна четверть креста тоже используется. Так, даже блендом есть одна четверть креста. И это у нас французские узелки. Но это не все. Дальше у нас идет бисер. Почему-то он разделен. Нужно будет повнимательно посмотреть, изучать, почему он разделен. Бэкстич различными оттенками вышивается. Он почти весь в одну нить, но есть в две. Есть бленд. Так, это выкладная. Да, петельки лэйзи-дэйзи, я была права. И это вот, видимо, украшение там тоже свой значок, свое обозначение. И гладь тоже присутствует. Я пока еще не поняла, где. Но я там схему не очень хорошо рассматривала. Кажется, на браслетах у девушки. Ну и переходим к материалам. Здесь у нас основа. Ну, как нам написали, это Лугана 25 каунта. Она оверложена, заметьте, да, обработанный край. Ну, основа хорошая. Такая она, в общем-то, не очень большая. Потому что, когда смотришь на вот эту коробочку, кажется, ну, просто, наверное, какая-то будет гигантская работа. Ну, нет, она не очень гигантская, как я им озвучивала, размер 28 на 34 сантиметра. Это уже с припусками на оформление. То есть, по факту, она чуть-чуть меньше. Поэтому не такая уж она и гигантская. Вот, смотрите, здесь 4 иголки. Прям большое количество игол. Я столько не встречала, кажется, в наборах. Одна игла такая потолще. Ну, это либо 24, ну, да, скорее всего, 24 иголочка. Слушайте, они все разные, похожи. То есть, это гобеленовая 24, это гобеленовая 26. Это, ну, это мое предположение. Я не такой специалист, чтобы на глаз со стопроцентной уверенностью определить. Но мне кажется так. Вот эти две, получается, у нас для вышивки нитками, да, гобеленовые иглы 24 и 26. А вот эти две иглы, это для вышивки бисером. Ну, по крайней мере, вот это точно бисерная игла. А вот это она, ну, или гобеленовая острая она называется. То есть, это острая иголочка. Потому что вот эти две иголки, они прям похожи-похожи, вот средние. Но одна из них с тупым кончиком, а другая с острым. Ну, мне кажется, вот так. Надеюсь, я правильно там все поняла. Ну, в общем, игол много, на любой вкус, для всех, значит, элементов, которые тут используются. Длина ниток здесь 60 сантиметров. Это указано сразу на коробке. Не знаю, обратила я ваше внимание или нет. Вот здесь написано, что 60 сантиметров. Такие вот у нас цвета. Ну, понятно, что наряд у девушки в таких красно-оранжевых оттенках. Поэтому и здесь большинство ниток тоже таких же оттенков. Красно-оранжевые, желтые. Но есть и белые, и, естественно, такие бежево-коричневые для кожи. Ну, в общем, всякие разные. Так, всего здесь у нас получается 25 цветов. Есть металлик, вот такой вот золотой. Он не желтый-золотой, ну, не прям такой вот насыщенно-желтый, а такой немножечко такой светлый. Светлый-золотой. Приятный цвет, в общем-то, приятный. На мой взгляд, здесь так вот узелочком завязано, здесь ниточка перевязана. Ну, ниток довольно много получается. Так, в общем-то, почти всех цветов большое количество. Ну, и основа не белого цвета, а она вот такого цвета Экрюм. Тоже очень приятный цвет, очень приятный. Кстати, по поводу вышивки на 25-м каунте, я раньше бы, наверное, так, ну, сказала бы, ой, на 25-м каунте крестики крупные, ай-яй, как там будет все смотреться, не очень хорошо вдруг. Но, вы знаете, у меня был опыт вышивки на 25-м каунте, и, в принципе, вообще все смотрится здорово и замечательно. Тем более, учитывая то, что вот лицо и руки здесь вышиваются аппетитом, это, конечно, намного удобнее делать на 25-м каунте, чем на любом более мелком. Поэтому я думаю, что основа подобрана правильно. И здесь у нас бисер. Бисер разный. Бисер у нас здесь 5 пакетиков, и он вот прям разный. Так, вот так вот вам покажу. Три цвета. Белый такой какой-то... Я не знаю, как охарактеризовать этот цвет. Какой-то он телесный, с прокрашенной серединкой, я бы так сказала, и зелененький. То есть это вот десятка, наверное, прециоза. А вот еще два пакетика с бисером, такой вот золотистый и белый. Это аппетит, и, соответственно, я предполагаю, что это тоха. Потому что, включая указом тоха, я думаю, что тоха именно пятнашка. Ну, скорее всего. Опять же, гарантию дать не могу, потому что прям поштучно здесь не расписано, кто из них какой. Но вот могу предположить, что пятнашка – это тоха, а крупные – это прециоза. Вот такие прекрасные материалы. Материалы мне нравятся. Красивенько все. Красивые, конечно, оттенки ниток, потрясающие красоты. То, что основа оверложена, тоже приятно, потому что я никогда этого не делаю. И мне нравится, когда она уже изначально обработанная. Вот металлик гаммы. Кстати, недавно вам тут нахваливала металлик гаммы, помнится. Надеюсь, что этот тоже будет такой же хороший. Ну, и обещала вам рассказать, почему я выбрала этот сюжет. И, собственно, здесь такое, у меня бывает такой критерий выбора. Это мое любопытство. Мне очень было интересно посмотреть на этот набор вблизи, потрогать, пощупать. Конечно же, интересно вышить и посмотреть, как все это получится. Потому что я люблю, когда что-то новое фирмы пробуют и какие-то новые интерпретации делают чего-либо. Меня всегда это привлекает. И, ну, в общем, вот это вот попробовать, самой составить свое впечатление, удовлетворить свое любопытство, это все мне очень даже нравится. Ну, например, там у той же фирмы Панны я уже и брошки попробовала, и ковровую технику тоже пробовала, и гладь я у них пробовала, там живые картины. В общем, то есть вот такие вот вещи, мне они тоже интересны. И поэтому я не смогла устоять вот перед этими сюжетами. И тоже, когда выбирала, подумала, что хочу что-то из них попробовать. Но вот, безусловно, я не буду вышивать все эти сюжеты, это точно. Ну, просто, опять же, не совсем моя тема. То есть я вообще какие-то людей, даже не девушек, а именно людей, я вышиваю крайне редко. По спецзаказу. Вот, поэтому я уверена, что всех я не буду вышивать, но как минимум вот одну мне попробовать очень интересно, очень хочется, и я думаю, что получится все здорово. Вот такие у меня наборчики появились. Когда они ко мне приехали, я поняла, что я выбрала такие наборы на любой сезон. У меня здесь есть и зима, и осень, и лето. Ну, а девушку мы отнесем к весне. Весна, расцвет, девушки, мне кажется, все это подходит. Такие замечательные наборы у меня появились. Я надеюсь, что вам это видео было интересно. Напоминаю, что вы можете получить скидочку 15% по промокоду ХоббиАрт. Информация есть в инфобоксе, как это сделать. И буду рада вашим комментариям, что вам из этих наборов понравилось, что вы бы хотели вышить, или, может быть, если вы что-то вышивали, поделитесь своими впечатлениями. Я думаю, что это будет всем интересно, особенно, конечно, по новинкам, но и не обязательно. Например, вот этот вот сюжет с белкой, я уверена, что видели не все. Поэтому любой сюжет, если вы вышивали, то обязательно поделитесь своими впечатлениями, расскажите, как вам вышивалось, как шел процесс, как вам результат и так далее. Это будет всем полезно и интересно. Ну что ж, на сегодня я с вами прощаюсь. Какое-то длинное видео, долго мы с вами все рассматривали. У меня теперь тут такая красота разложена. И надо постараться ничего не начать. На сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видео. Всего вам доброго. Пока-пока.